И утешителю души истинны, и живи везде сын, и вся исполняй сокровища благих, и жизни подателю принесли со мной, и очистины от всяких скверных, и спаси, блажьи души наши. Господи, благослови наше занятие по Слову Твоему. Не допусти нам уклониться ни направо, ни налево от истинного понимания смысла. Сохрани нас в любви, согласии, единомыслии. Хвала Тебе, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Послание к Евреям, святого апостола Павла, 9 глава, 10 стих. И которые с яствами, и питьями, и различными омовениями, обрядами, относящимися до плоти, установлены были только до времени исправления. Толкование. Они, говорит, установлены только для людей того времени, и соединены с наставлениями о брашнах и питьях. Это, говорит, ешь, а того не ешь. Почему сказал питьями? Ведь закон ничего не говорил о различии в питьях. Он говорит это или о священнике, что он не должен пить вина, когда намерен войти в освятилище, или относительно давших обеты, то есть обещания о воздержании от вина, как, например, на зареи. Или сказал это просто с целью обесценить и унизить эти постановления. Омовения были различны. Если бы кому-нибудь, если бы кто-нибудь прикоснулся к мертвецу или прокаженному, если бы кто страдал истечением семени, то он омывался и таким образом, казалось, очищался. Оправдание плоти – это именно заповеди плотские, очищающие плоть, и плотские, оправдывающие тех, которые считались нечистыми по плоти. Однако они не до конца были установлены, но до времени исправления, то есть до пришествия Христа, имевшего все исправить и вести истинное и духовное богослужение. А так как закон был тяжким игом, то, вероятно, потому и сказал – установлены. Как и в деяниях написано, «Что же вы ныне искушаете Бога, желая возложить на вы и учеников ига, которого не могли понести ни отцы наши, ни мы?» Деяние 15.10. Вот продолжение, что вот апостол Павел евреям пишет, насколько уже ветхое проходит, и новое священство все вот он объясняет и приводит, что было до времени, что вот это учение о ястах, о ястах, о яхеях. Все это было до плоти. По плоти прикоснулся, осквернился, нужно было тело омыть. Я вот, кстати, вчера видел, как трупу специально службу убирало, так он одни перчатки одел, прикоснулся, снял потом другие носилки, как-то все у них так все, как вот здесь вот омывались, после прикосновения к мерзлицу, так и там тоже считается, что это вот так вот. И потом куски мяса собрал, тоже туда в перчатках положил, перчатки туда завернул, все. Трубковал. То ли из окна выпал человек, то ли как-то лежал. А женщина, надо давай снимать, и на нее череп нельзя. Череп почти вот так вот расколотый был. Вот. То есть и сегодня такой же вот. А я когда маленький был, у меня бабушка в гробу лежала, и мне наоборот было, кто-то сказал, верующий, неверующий, то есть чтобы не бояться мертвеца, говорит, ты за ноги, говорит, подержись, я вот это вот, у меня детство, по-моему, я подержался, и как-то у меня это, по-иудейски, получается, меня заставили оскверниться. Сегодня вот сейчас все новое, как бы, и вот, но я не знаю, нужно руки мыть после прикосновения. Да, вот вопрос, считается ли осквернением в Новом Завете прикосновение к трупу? Игорь. Насколько я знаю, Виктор Андреевич каждый день принимает душ после того, как приходит с работы. Он омывается. Вы вообще не о том говорите. Вопросы все равно есть? Если эти законы были для плоти, а сейчас Христос духовен, то есть, и тот, кто иудейское вспоминание как бы делает, то есть, это тем самым оскорбляет Христа, так надо понимать. Что-то, кое-что осталось, но обрез, кто обрезывается после Христа, тот уже, то, что было плоское обрезание, у нас духовное обрезание сердец, поэтому тут надо различать одно и другое. Ну, правильно. Но к мертвецу прикасаться, он на работе прикасается, это его работа. У нас же есть Евангелие, Евангелие, Людмила Степан, говорите? Нет, я не о Евангелии лучше. Я просто прочла такое, что когда хоронят, и вот нужно обмыть человека, вот умер только, то какая-то специальная молитва для этого есть. Для омовления, я, батюшка, почему-то. Да? Ну, а мне, Даша, почему-то, батюшка, почему-то. И родственникам не заговорят, а только чужие должны быть. Ой, ну это уже предрассудки, родственникам нельзя. Да, да, да. Игнатика, что-то, что-то, что-то такое, если там... А мы с Аллой обмывали. Прикоснёшься. Я мыла, правда, с мамой, но... Ну вот. Чё, о трупах наговорились? Нет. Там души уже нет. В трупе-то. Ну, они же тоже воскреснут. У нас есть Евангелие. И в Евангелии всё написано. Давайте идти, если так не соображаем, мы с вами... Я тоже не собираюсь тут разбираться. Можно прикасаться к трубам нельзя. Давайте мы с вами методом от противного пойдём. Методом от противного. Мы с вами... Методом от противного. Да он ушёл. Методом от противного. Мы с вами рассмотрим Евангелие. Евангелие рассмотрим. И что написано об этом Евангелие? Что Господь говорит про Евангелие? А давайте мы на самого Господа взглянем в Евангелие. Где? Взглянем на то. Мертвеца. Оставляйте мертвецов. И вспомните фильмы, когда снимают. И эти фильмы натуралистично так снимают. Вот особенно «Страсти Христовой». Там вообще кошмар как натуралистично. Натуралистично негде больше. Как Христос висит на кресте и его разрешили Иосифу Аримафейскому похоронить во гробе. То есть снять тело со креста разрешили и похоронить в его гробу, которую он для себя придумал. И недалеко как раз это было там. И что? Как они подлазят к этому кресту? Как они его приподнимают Христа? Он мертв уже полностью. Потому что... Почему? Потому что из него изошла кровь и вода. Написано. Из него изошла кровь и вода. А это было только при разложении крови. Кровь отделяется. Белки остаются с густыми, а вода сукровица. Сукровица у нас есть такая, когда рана загнувается. Это... Выходит вода. Ну там с примесями, но это вода выходит. Потому что что? Кровь там застыла у нас. Какая-то часть в гной обратилась. Там эти лейкоциты сдействовали. Другая уже вытекла там. Осталось ли там по рамке. И вода, сукровица-то вода. Вот когда Христа проткнули, написано, и говорит, я сам это видел. Истекла кровь и вода. Еще раз вам повторю, братья. Доказательства, что кровь и вода. То есть он мертвый. Очень любят мусульмане этого. Нет, нет. Да, там, да, был там кто-то, но там другой. Иса не умирал, никогда не умирал. Мертвый был. Мертвый. И значит, теперь нам это, все, его прямо вот приподнимают, сняли его, положили там, что-то закутали предварительно и занесли в плащаницу предварительно. Ну, называемое такое полотно. И занесли во гроб. И дальше идут теперь, что идут делать? Что? Жены, вы, жены мироносицы, которые мы празднуем постоянно, идут. Написано, намазать его ароматами. И перепеленать пеленами. Они идут. Там никаких слуги не стоят. Никакие там язычники, которым можно прикасаться нельзя, не стоят. Ни ангелы не могут им помочь. Нет, потому что никто не знает про это. То есть, сами они бы брали его и каждый пальчик, каждый бы слезами омывали в этот момент. Намастили. А потом этими пеленами, которыми пропитаны смолами, специальными. Вот все это. Не как египтяне. Египтяне через ноздрию выковыривали мозги у мертвецов. Ну, бальзамация называется. У евреев не так. Они понимали, весь человек должен быть живенький. Весь должен быть сохранененький. И поэтому надо было его перепеленать. И они так плакали, они так переживали, когда шли увидеть Христа. Они, наверное, даже боялись, как Христос был живой, а сейчас мертв. Ужас, конечно, объявил. И вдруг чудо здесь, мы сами знаем, дальше воскресенье и так далее. Так вот, все переворот в в мировоззрении о спасении человека, вообще в мировоззрении кто такой Бог произошел в момент прихода Христа, выхода его на проповедь. Марка 1 глава 15 стих. И тогда написано, Христос начал ходить и проповедовать и говорить покайтесь, ибо приблизилось к вам Царство Небесное. Все. Это начинается перерождение. Вот о чем здесь говорится. Все новое. И теперь мы смотрим не на Ветхое, его очень много, подробно расписано, но мы не на это смотрим, а мы смотрим на учение Христа, Евангелие. Почему часто, особенно у сектантов, часто путают Ветхий Завет и Новый Завет и говорят, а Ветхий Завет вообще не нужен. Ну там, что смотреть-то, там все старое. А вот мы только смотрим на Христа, а мы так тоже не можем взглянуть. Почему? Потому что Бог, Он сначала дал нам Ветхий Завет для людей. Но дал только евреям, не всем людям. Но как бы там можно войти в закон, там как бы и всем людям, но понятно, что, как вот Нина Александровна рассказывает, не все хотят брать, даже брать Евангелие. Там где-то из-под тишка взять, чтобы не видел никто. Вот так же было тоже прийти к познанию единого истинного Бога. А когда Христос пришел с новым законом, и он был такой непонятный, почему? Потому что гордость везде властвует, самолюбие, нетерпимость, вот это все, нелюбовь, страшно везде, язычество, это незнание совершенно законов истины Божьих. Это римское право, вот это, ну пытались приблизить его, кстати, они приблизили ближе, больше никто не приблизит, чтобы построить какое-то благословенное общество на земле людей. Ближе никто, это римляне только придумали. А Христос свое учение принес непонятное, такое, совершенно не вкладывающееся ни в какую логику человеческую, учение любви каждого человека к себе и эту любовь перенести на всех и все это даст Бог, которого ты должен полюбить перед этим. И вот теперь мы только на Евангелие смотрим. Почему? Потому что Верхний Завет нам этого не раскрывает. Он раскрывает это только через знание Нового Завета. Вот. Вот теперь мы будем рассматривать. И теперь нас очень мало будет интересовать. прикасаемся мы к мертвецам. Нечистота женская есть там, нету. Прошел ты там через женок, надо тебе мыться, не надо мыться. Ты теперь только думаешь о том, как угодить Христу. А Христос что сказал? Он сказал так, идите, проповедуйте, да, а потом еще добавим. А если по рынку пройдете с проповедью, после этого обязательно прилетите домой и омойте руки и все одежды ваши, потому что вы проповедовали мою Евангелие в на рынке. Ничего он этого не говорит. Он говорит, идите, проповедуйте всем народам, всем. А есть такие народы, он бомжи, от него воняет за 10 метров. А есть народы, от которых воняет духовно, которые тебя убьют за 10 метров не подойдешь к нему. Вот какие есть народы. И Андрей Первозванный, почти все апостолы это испытали. Их распяли Андрея Первозванова вот таким образом. И проткнули дротиками, ну, короткими копьями. Вот так. А сегодня как раз о мучениках говорим. Ну и вот мученики, все мученики, все вот они в это попали. А большевики, это тоже народ особый, коммунисты. Это особый народ в то время был. Сейчас, слава Богу, их нету. И вот он долгое время держался даже еще. Это народ в народе. Но это не отличишь его от никакими свойствами. физическими. Он отличался душевными качествами. Страшным, злобой страшной, нетерпимостью к другим людям. Вот о чем мы говорим. Но здесь об этом и пишется, что вот пришло преобразование новое. Поэтому давайте говорить о Евангелии. Через Евангелие мы все остальное узнаем. что нам заповедал Христос и что осталось Ветхого Завета. А в Ветхом Завете остались, не забудьте, 10 заповедей Божьих, которые нужно исполнить плюс заповеди блаженства. А в заповеди блаженства входят все эти 10 заповедей. И в заповеди 10 входят все заповеди блаженства. Нельзя сказать, что 19 заповедей или 19 блаженств. Нельзя сказать. Есть заповеди, в которых заповеди блаженства как оказалось. Есть блаженства, которые раскрывают 10 заповедей, которые даны были в Ветхом Завете. Как разумеющиеся, но только еще. И люди не могли. Вот как мы тень смотрим, когда тень приближается, руку закрыть мою, а тень приближается. И никто понятнее, ну что это такое, что такое, что такое, что такое. И вдруг, оп, и вот она легла. Так это рука оказывается. А мы догадывались, что-то там пять вот таких вот сосисочек каких-то торчит, веточек. Думали, пальма может, что, а кто-то догадывался, может рука. Да вы что, рука? Не может быть, чтобы это рука. Как рука? Вы что, не похожи? Не, не, не похожи, я не вижу, нет. Что, шевелится? Точно ветер дует, это растение. Оп, окажется, не спрут, ничего, рука. Но это все Христос нам показал. А люди не смогли никто увидеть. Никто. Ангел, первое творение Бога, самый мудрый, премудрый в земных делах, конечно, в бытии этом человеческом, да и ангельском, злобных ангелов. Не мог разобраться, не мог узнать, что Христос Бог. Почему? А Мессия не пришел, поэтому, как он узнает? А Христос уже победил Сатану до того, как все началось. Архангел говорил, начал войну и сбросил кровью Ангельца. Кровью Ангельца победил. Вот так. То есть, не знаем, как это было, но написано, кровью Ангельца он победил Сатану и его клевретов и сбросил их на землю. Ну вот, поднебесная называется. Самое интересное, что азиаты свои страны и что вот в Узбекистане эти китайцы, монголы, все азиаты называют свои страны поднебесная и Япония поднебесная называет. Интересно, да? Ну. Заметили? Поднебесная. И у них у всех главный символ, главный, какой? Самый главный, везде праздники его есть, года там, у них там созвездия есть. Дракон. Дракон. Везде дракон у них. Вот этот, слышали? Брюс Ли? Брюс Ли. Брюс, это американское, это просто имя, Брюс, переводится там, типа Борис. А Ли переводится с китайского дракон. Его назвали Маленький Дракон. Маленький Дракон. Я думаю, что его называют Маленький Дракон? Потом только, А, Ли переводится Дракон. И у них это Ли-Ли-Ли-Ли-Ли-Ли-Ли-Ли. Вот везде. Любое возьми, азиатское, везде дракон самое мифическое такое существо, которое доброе такое, оно всем дает благодать и так далее. И посредством этим Дракон он является отцом всех императоров, которые правят поднебесной. Называют свои страны государство поднебесное. А поднебесное у нас кто? Ангелы злобы написано поднебесное. С ней что-то хотели сказать? Ну, там мысли уже сказаны, она прошла. Ну, хотела сказать об Евангелии, когда он говорил, что как? Евангелие, Христос проповедовал Евангелие, это благая весть. И когда он сказал, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, и там вот есть такое важное слово, научить, уча их соблюдать, вот слово важное, соблюдать все, что повелел я вам. И вот когда это слово увидишь, что соблюдать, это же не просто так, что ты узнал, знаешь, надо еще соблюдать. А для чего исполнять? Да, это значит правильно исполнить. Ну, то есть услышать и исполнить, это соблюдать, называется. захваску-то это. Совершенно верно. испечь ее надо, хлеб-то получить надо. И еще какая-то мысль у меня в тот момент мелькнула, что, а если этого не соблюдать, а когда вот это воскресение измерших, это преображение, преображение из тленной, из тленной плоти, люди-то были в тленной же плоти, это Ветхий Завет, тленная плоть, а теперь Новый Завет, а это уже преображение, когда воскресает, он получает нетление. Тление, было тление, теперь в нетлении будет. Вот это как на чаше весов. Так что лучше, тленная или нетленная? Ясно, что нетленная. Это значит преображение. Я у Златоуста читала, нетление, это преображение. И вот это преобразятся все, но не все будут, опять же, произойдет как бы в водораздел. Он в нетлении, но он не попадет в царство Божие. Почему? Потому что он в нетлении это получил для других мест. А кто следовал за Христом, исполнял, в точности исполнится, то он и... Нет, там просто дальше уже идет более подробно. В книге Откровения называется Воскресение, Второе Воскресение. Да, это Второе Воскресение. А если рождение было только одно, то у тебя не будет Второго Воскресения в Царство Небесное. Это тоже самое, да, именно так. У тебя будет Смерть Вторая, вот оно, что называется. Да. Смерть уже в тлении до конца. Это от Адама, то, что вот это вот тление. там Воскресение, два Воскресения и две смерти у каждого человека будет. Те, которые веруют, у них будет все это будет только для того, чтобы достигнуть Царство Небесное, а те, которые не уверовали, у них все будет смерть. Да, достигнут, апостол Павел тоже говорит, как он сказал, да. Так они еще могут не умереть даже и для Христа, для грехов своих, вот в чем дело. Крещение не приняли и нету смерти первой. И будет только смерть в аду, все. Но она не будет такой смертью в аду, то она все равно, вот это он же получил то нетленное, все равно же тело то он получил нетленное, он преобразился, но оно, видите, где находится, в каких местах? Мы теперь говорим уже, дальше говорим уже не о теле, тело это уже меньше, уже и о душе говорим, в общем. А это вот как раз потому что будет еще написано скрежет зубов, а от чего скрежет зубов будет? Потому что, совесть будет, так мучить, что ты был рядом и не смог. Да. Тебе говорили, каждому человеку в жизни дается выбор, свобода. Никогда нету такого, чтобы человеку только одно зло, зло, и он такой злой и до конца и умер такой в злобе. Нет, всегда два выхода есть. Добро и зло. И человеку всегда в жизни предлагается добро и зло сделать. И часто, часто нам, ну, идет в священном писании примеры эти огромные. И вот любой фильм, любой фильм какой-то, любую историю, там балеты, там берут театральные постановки, всегда там идет зло и добро. Всегда. Есть драматические, трагические, но всегда зло и добро. И человек должен выбрать на чьей-то стороне. А еще вот ты говорила, вот так сейчас, я тоже уже потеряла его, нет, что вот кровь, кровь Христа очищает нас от всякого греха. Кровь Христа. Ну, Христос, как бы сказать, пострадал за нас, умер на кресте, пролил свою причистую кровь. Но вот когда он, он же ведь пролил, он стал невидимым, и он воскрес, он воскрес, он стал видимым. То есть, это преображение он всем нам явил. Явил, что он преобразился, и он теперь видим, потрогайте меня. Спасибо. Он всем это, и Филиппу, и всем говорил. И вот это еще, его находящиеся, то, что он подтвердил свое, что он воскрес. Это вот одно из величайших таких этих, что он своим поступком, явлением, явился многим людям, и он дал бы, вот как бы сказать, доказательства того, вы насчет невидимого говорите, что никто не видел, как он воскрес? Вы об этом говорите, что он стал невидимым? Она говорит, не стал видимым. он стал видимым, самое-то важное, что он воскрес, из мертвых, что он стал видимым. Он же потом являлся, 40 дней. Вот я про это говорю. Вот ты сказал, что говоришь, кровь, причем вроде типа кровь, но его кровь Христа омывает, но он воскрес, и он нам этим доказательства дал, что и мы воскреснем. И доказательства то, что он воскрес 33 года, и мы воскресим 33 года. Это одно из величайших доказательств, которые мы, верующие, мы должны вот это принять. Вот это его кровь, которая на кресте была пролита. Но это не доказательство, это просто вера. Верующим по меня доказательство. Да, да, это вера. И вот это не доказывает. Они верующим как-то этим доказывают. Это для нас это было дано. А мы поверили. Для верных, поверили. Глаза будут открыты у верных, которые соблюдали заповеди, живя это еще. Но для этого вся история и до нас, апостолами вся история. Апостолы не поверили. Пришлось доказывать Христу, являться им. Пришлось Марию посылать. Вот это, кто больше, кто сразу уверовал, это Пречистая Богородица. Но она поступила так, как должна поступить Матерь Божия. Она просто ушла и начала молиться уже Господу. Сыну своему как Богу начала молиться. Все. Вообще нигде не написано, что она что-то говорит. Какие бы проповеди она сказала. Вот мой сын, какой был там. Нет, ничего мы не видим. Это вот сейчас герои и мать там сидит, рассказывает, какой он был, как он мужественно там прыгнул там в речку, там спас там котенка, мышонка, ребенка, там змеенка. Тут никто ничего не сказал о Христе. Почему? Кроткого и молчаливого духа внутри себя вера была в ней. И все это знали. И Господь ее забрал на небо. Нету могиле ее. Никого не оказалось. Открыли. Нету ничего. Все. Как и Иоанна Апостола. Поэтому вся эта история, она показала, Христос ей показал, как все будет дальше. И то, что тело будет обновлено, и как оно будет проходить сквозь стену. Вы про невидимое, наверное, типа это говорите, что тело такое. Никто не знает, был он невидимый, или он видимый. Сошел, там с ума посходили эти, или они заснули, потому что он выходил. Никто не знает. Или он прям просто, просто вот так раз, и на небо поднялся, там побывал у отца. Ну, никто не знает этого. Он начал являться Господь, и все. Не говорится о невидимости, не говорится. Это вы. Вы слово невидимое, вот зря произнесли. Невидимый, что-то невидимое. Вы запутаете всех, кто будет смотреть, и мне дай Бог. Нету никакого слова невидимый. Никто не знает ничего про это. Просто он начал являться. Все. Вот захотел, явился так. Просто на кресенье. А небольшой, небольшой, небольшой такой нам, как бы, подсказку дает путешествие двух людей, Луки и Клёпы. Ну, как считается, что это были Лука и Клёпы. Когда они шли, и они его не узнали. А потом, когда он начал преломлять хлеб, он уже такие слова обличительные говорил. Аня, да ты что, один не знаешь. Оказывается, по-духовному, когда он начал их обличать, он больше знает, чем они. Оказалось. То есть, они не знают того, что нужно знать. Нужно же знать, не было духовное, а не то, что видимое очами. И он им это показал, и когда преломал хлеб, они поняли, это Христос. Поэтому, мы не знаем, у всех людей глаза закрыты были. Он, может быть, рядом ходил, никто и не понимал, что это он. Поэтому, о невидимости не надо говорить. Невидимый, невидимый. И никто ничего не поймет. Да, вот это другое. Мы ослепли, просто не видели Христа, когда он был. И апостолы тоже. Так они еще оглохли, они не хотели слышать. И Мария, Магдалина бегала, говорила им. И апостолы приходили, сказали, нет, мы видели точно. И потом уже одному, Петру, там он явился, а когда он пришел, сказал, ему не поверили. Евреям 9.11. Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большую и совершеннейшую скинию, нерукотворную, то есть не такого устроения. Толкование. Ветхозаветное, говорит, богослужение не приводило на небо. Христос же придя однажды вошел во святая, ибо туда обращается мысль. Не сказал, сделавшись первосвященником, но первосвященник придя, то есть придя на это самое дело, не прежде пришел, потом, когда случилось так, сделался первосвященником, но целью его пришествия на землю было первосвященство. Не сказал первосвященник жертвоприношений, но будущих благ. Так как слово бессильно представит все в точности, то просто и неопределенно назвал благами то, что сделано для нас. Грядущими же назвал эти блага, как бы по отношению ко времени закона. Ибо как то время назвал настоящим, так Христова называет грядущим. Как бы в сравнении с тем, или также в сравнении с тайнами, имеющими открыться нам в будущем веке. Здесь он разумеет плоть, она большая скиния, потому что в ней обитает и Бог Слова, и вся сила Духа. Ибо не мерую дает Бог Духа. Евангелие Таана 3.34 Будучи совершеннейшую скинию, она и совершает большие дела. Здесь нападают еретики, говоря, что тело небесно и эфирно. Однако, если бы апостол считал его, Христа, тело небесным и эфирным, то как бы сказал, что оно не такового устроения, ибо небо не исключается из числа творений. Итак, что обозначают его слова? С одной стороны, то, что ветхозаветную скинию устроили руки художника «Весели Ила и его сотрудников». Исход 31.2.2.6 стихи. Скинию же Бога Слово образовал Дух. Вот почему сказал, что она не такового устроения. То есть, не из этих тварей, что она духовна и божественна. Ибо ни одна из тварей не имеет в себе самой Бога. Слово по естеству. Та же по естеству соединилась с Ним. Итак, по веществу тело Господа было подобно нашему и одного существа с нами, как образованное из чистых кровей Пресвятой Девы. По образу же соединения оно выше нас, потому что по естеству было соединено с Богом Слово. Так как веществом для ветхозаветной скинии служили дерева и кожа, золото и серебро, медь, некоторые ткани, то обращая взоры к этим предметам, апостол сказал, что скиния-то не такового устроения, какое нужно было для ветхозаветной скинии. Вообще, говорит сравнительно, и показывает превосходство Христова. Тело Господа называет и скинией, как здесь в силу того, что единородный пребывал в ней, и завесой, потому что скрывала божественность. Называет и небо теми же самыми именами. Скинией, потому что там находится первосвященник, завесой, евреям 10.20, потому что ею ограждаются святые. Я хотел еще на эту тему то, что мы беседовали, про невидимость. Но это не говорит о том, что он мог становиться невидимым для глаз человека. Христос. То есть он мог становиться невидимым для глаз человеческих. То есть вот в чем дело. Не то, что он там был невидимым, потом проявлялся, никто не знает точно, но исчезнуть он мог. Но это как бы еще было, помните, как он прошел через толпу, это было еще до крестных страданий, да, и они не смогли ничего сделать. И здесь, когда эти двое, которые путешествовали, Лука и Клеопа, тоже, они тоже перестали его видеть, когда ему это надо было, когда они уже поняли, и в этот момент перестали его видеть. Так что, вот еще, ну как бы будем говорить, что толкование непростое на это все. чтобы показать, что он человек, хотя это как бы для них было призрачно. Он вкушал, да, но этого не будет в Царстве Небесном, там вкушать не надо будет. Люди не будут есть. Духовная пища. Ну а здесь про скинию просто еще говорится у нас. Мы обсуждали на том занятии сильно-сильно скиния. И здесь дальше, как продолжается. Да, вот здесь сейчас как раз будет скиния, уже, о новой скинии, давайте сейчас посчитаем. О новой заведении. Евреям 9.12. И не с кровью козлов и тельцов, но со своей, с большой буквы, с большой буквы кровью, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Толкование. Вот все изменилось и настолько, насколько кровь Господа превосходит кровь животных, с которой входил Перосвященный Горький. Там в каждую дырку лезет. Я смотрел к маму и привязался к маме. Хочу у него посетить. Ну я хочу убить его. Убиться. Ты вот слушай сюда, вот ты убей в себе дырку. Вот слушай, что здесь говорится. В каждую дырку лезет. В каждой дырке затычка. Я не пойму. У тебя много дыр, поэтому приходится затыкать. Сейчас еще одну комар сделает. Ну каждый день пули. Ну хватит бульнить уже. Слушай, что вот тут говорится. Что ты там смотришь в зеркало, вот рассмотришь. Комар важнее. Отсаживать комара и выгодить. Игнатий Иванович вообще в себя отдал на съедение этим комарам. Ты одного тут за ним охотишься. Ну не можешь убить его и приманивай на руку. Начнет сосать, тогда уже его. Вот. Вот молодец. Тогда его допытаешь уже. Ты что ты? Вот тебе Евангелие, Евангелие ему говорит. Нельзя кровь сосать других людей. Проповедуй. Ты подпрыгни, поднимись до Библии. Бедонос. Что раньше времени? Ну что, все, убил комаров свой? Игреха же нет. Игреха же нет. Ну я и говорю, игреха же нет. Так, ну давайте. Вот толкование. Вот все изменилось. И настолько, насколько кровь Господа превосходит кровь животных и комаров в том числе, в который входил первосвященник закона. Однажды вошел во святилище, то есть на небо, святилище небо называется, Господь вошел на небо и приобрел вечное искупление. То есть раньше раз в год входили, жертву приносили. До времени. Невременное очищение, как те, но вечное освобождение душ от грехов. Или, что однажды вошедший через один вход совершил для нас вечное благодеяние. Обратишь же внимание и на выражение приобрел. То есть приобрел вечное искупление. Что же такое приобрел? Это выражение употребляется так, как будто дело произошло сверхожидание. Ибо освобождение было для нас сомнительно. Но он, Христос, приобрел его. То есть действительно не верили, как так один за всех умрет. Но и тогда, когда кровь козлов и тельцов, все равно же люди понимали, что такое кровь козла. И здесь вот говорится, насколько выше кровь Христа, выше кровь этих животных. Это же было для того, чтобы подготовить людей к крови Христовой. Только, да. Только те, да. И они в это стали верить. Вот это есть, сейчас скажу, называется Иудейская война. Иосиф Флавий написал. И последние дни перед атакой римлян, последние, когда сожгли храм в 71-м году. И в этот момент там как раз три партии начали драться внутри. Одна там и они-то заняли храм, и две другие разделили Иерусалим. И они между собой ну, зелоты все были против римского владычества. А предводители между собой друг друга не любили. И вот друг друга резали. Этот Иоанн окружил там воинами своими храм, а надо же ходить молиться. И туда люди, вот эти вот из этих воинств туда ходили, оружие сдавали, там молились, и за это там какую-то дань платили им. И он что сделал? Он всех жертвенных животных себе на стол давайте подавать. Там же очень много было агнцев. И каждый день надо было приносить жертву. И они приносили жертву каждый день, священники. Брали этих агнцев, заходили, загон был для этих агнцев и приносили. И в этот момент он взял всех, забрал себе на еду. Ну, есть-то нечего. Чего просто так этих жертвенных животных закладывать? И у священников ничего нету. И, говорит, священники и левиты начали образно заколать этих агнцев. То есть, они делали все, как они делают, только в руках не было у них ничего. Они представляли себе для... И как бы там священники сказали, ну, а что сделать, что у нас нет агнцев, а жертвы приносить надо? Да Господь узрит агнца себе. И он в левит подходил, как бы брал, нес его, другой брал нож, заколал, разделывали, передавали священнику, тот нес и как надо там раскладывал все на жертвенники, на роги там натыкал и так далее. Образно. Да, то есть, образно приносили. То есть, Господь до такой степени подготовил их, что они стали веровать, что это жертва к Господу. И не обязательно эта жертва будет прямо вот именно в этом агнце. Материально. Да, материально. То есть, и духовно. То есть, вот это, ну, такое большое дело, событие, да, как бы, может быть, ради всего этого и храм этот сожгли, чтобы вот, и вот это событие произошло страшное. Миллион сто тысяч погибло в одном городе евреев. Вот так. Но это не говорит о том, что они веровали во Христа. Но однако, что мы сейчас духовную жертву приносим, и как сегодня, говорит, представляй себе на молитве, что ты взял нож, агнца, дрова, и что ты заклаиваешь сына своего. То есть, вообще невероятно. И тогда у тебя и слезы будут, и ты поймешь тогда Авраама, который был верный Богу. Ну, а вот Авраама, можно даже сказать, что он как христианин практически. Потому что, если бы он знал, что Христос Бог еще, он бы и уверовал, конечно, если он так веровал в Бога. Невероятно просто. Ну, такую веру передал он. И евреи гордились Авраамом. Они понимали, что это не каждый может так веровать. И старались прийти к этому. И видите, ученики апостолы, Христовы, они были настоящими учениками Авраама, его детьми. Но сейчас считаются мы верующие истинные. Евреям 9.13. Я вот хотела апостола Павла сюда привести. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее, простираюсь вперед, и дальше он добавляет, стремлюсь к цели, к почести, вышнего звания Божия, во Христе Иисусе, то есть не своими силами, а через Иисуса Христа, а во Христе Иисусе. Вот как. Это и понятно. Об этом говорили, эта фраза была впереди маленькая. Я ее тогда не сказала, потому что я вот открывала, но потом тут дальше пошла. Вот сейчас я ее показала. Это в послании к филиппинцам. Продолжим. Евреям 9.13. Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освещает оскверненных, те, которые прикасались к чему-то, дабы чисто было тело, толкование, так как, быть может, многим показалось невероятным, что через единую жертву и кровь одного даруется вечное искупление, то подтверждает это и показывает вероятность всего на основании верования самих иудеев. Если, говорит, вы веруете, что окропляясь кровью козлов, а также пеплом, смешанным с водой, ибо пепел сберегарит для очищения, то так же кровь, то как же кровь Христа не очистит душ? Обрати внимание на его мудрость. Не сказал, что кровь козлов очищала, но освещала. Не для прославления закона, но для исполнения того, чего он желает. Ибо если, как вы веруете, что кровь козлов давала освящение, то вы должны гораздо более веровать в то, что кровь Христа дарует освящение. А что он сказал, это не для того, чтобы возвысить верование иудеев, то смотри, как он прибавил, дабы чисто было тело, ибо освящение было для очищения не душ, а плоти. Евреям 9.14. То коль ми паче кровь Христа, который духом святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. Толкование. Не архиерей какой-нибудь принес жертву Христа, но он сам себя самого и не при посредстве огня, как телец, но духом вечным, почему и увековечил и благодать, и искупление, и непорочного, то есть безгрешного, ибо и в Ветхом Завете требовалось, чтобы телец была без порока, хотя там и сказал, освящает, но прибавил, дабы чисто было тело. Здесь же выражение очистит он прямо показал превосходство, ибо присовокупляет, что очистит совесть, то есть внутреннего человека, чего там не было. Правда и там, прикоснувшийся к мертвецу после принесения жертвы, очищался, но здесь очищение от мертвых дел, по истине могущих осквернить и отвратить от Бога. Отсюда, причастный мертвым делам, не служит Богу живому и истинному, но боготворит избранные им дела. Таким образом, чревоугодник боготворит чрево. Таким образом, корыстолюбец является идолослужителем. Итак, дела такого рода мертвы не потому только, что они чужды вечной жизни, но и потому, что они во время самого совершения их являются мерзкими и ложными, так как прельщают нас, хотя кажутся приятными, но в действительности не таковы. А мертвы написаны, а не мертвы? Буква Е стоит? Е. Е. И так дела такого рода мертвы не потому. Ну тут, тут же это Кубайкина, это Е на ее заменила, она